Доброе утро, вы слушаете Финам.фм, меня зовут Елена Лихачёва, здравствуйте. В одном из своих интервью наш сегодняшний гость как-то сказала, мол, вести домашнее хозяйство сложнее, чем вести бизнес. Но, правда, интервью это датируется 2006 годом, мне кажется, за последнее время мне не могло и поменяться. Наталья, доброе утро. Доброе утро, Елена. У вас настолько сложный бизнес, что я вот позволю не поверить себе в этом высказывании, оно поменялось или примерно такими же осталось? Так вот просто да, нет. А поподробнее? Нет. Нет? Нет, любопытно. Бизнес у вас действительно сложный. Как мне кажется, рынок довольно конкурентный, высоко конкурентный. Кое-какие изменения происходят и будут происходить в ближайшее время. Мы об этом сегодня обязательно поговорим, но вот эту мысль вы мне всё-таки поясните. В каком смысле вести бизнес проще, чем домашнее хозяйство? Вы правда так думаете? Ну, наверное, эта фраза персонифицирована. Я думаю, что ряд женщин, предполагаю, что их большинство скажут наоборот, что домашнее хозяйство вести проще. Я говорила от первого лица, единственного числа, но позволила себе такую, наверное, гигантоманию. Государство – это я. Я вот так вот постановляю, что проще вести бизнес, нежели чем домашнее хозяйство. Наверное, что я имела в виду, что тогда, когда ты занимаешься бизнесом, у тебя есть выбор. Будет звучать цинично, но правдиво. Я могу работать с одной командой людей, с другой командой людей, с третьей командой людей. В принципе, бизнес – вещь свободная. Я свободна, свободны мои сотрудники. И под хозяйством я не имею в виду конкретно только кастрюли, то есть не кюхенкер и киндер, а, наверное, систему отношений. И женщине, особенно в современном мире, выстраивать личные отношения с мужем, с детьми, с родственниками, с рядом друзей, которые компилируются. Мне кажется, это более виртуозная работа, нежели чем порой управление коллективом. Порой. И опять-таки зависит от персоны конкретной. Я попыталась пояснить, как смогла. А как вы относитесь к такому высказыванию? Не так давно один предприниматель мужского пола высказал эту мысль. Я над ней задумалась. Мысль была примерно следующая. Я думаю, что большинство женщин, которые занимаются бизнесом, просто сбежали от более сложной работы, которая ждёт их дома. И они на работе просто отдыхают. Но при этом мотивируют это тем, что, как обычно, это ради детей, ради самореализации. Ну и там много очень разных причин, почему я этим занимаюсь. На самом деле, просто вот там действительно сложнее. А здесь просто проще, интереснее, лучше, веселее, прикольнее. Ну и дальше список тоже можно продолжить. Я думаю, что вообще, раз уж мы такую тему затронули, это вечный вопрос. Что первее ездить, что ли к улице? Что проще вести хозяйство или заниматься то или иным видом деятельности? Что главнее, мужчина или женщина? И вообще, куда катится мир? Кто чем должен заниматься? Кто чем должен заниматься? Я думаю, что, к счастью, социологам, психологам, даже в какой-то степени политологам, всегда будет работа и на эту тему в частности. Поэтому я не знаю, да, потому что я живу по принципу Сократа, что я знаю, что я ничего не знаю. Каждый раз узнаю новое. Порой скажешь что-то, да, а потом сам понимаешь, что уже не согласен с собственным же высказыванием. Поэтому не знаю, согласна я с этим, не согласна. Как это должно быть? Я думаю, что это очень индивидуально. Вот все эти вещи очень индивидуальны. Моя точка зрения. С вашей точки зрения, когда вы такой маленький флажбек делаете и оглядываетесь на свою собственную жизнь, что по-настоящему вас сподвигло на то, чтобы заняться собственным бизнесом? То есть вот ответ случайности я, пожалуй, не приму. Мне кажется, что, знаете, пока мы все себе объясняем какими-то случайностями, мы по-настоящему не можем себя отрефлексировать, потому что все случайности, они начинают предлагаться только тогда, когда все-таки понимают, что вот здесь они могут иметь место быть. Здесь на них клюнут. Мне кажется, что господин случай, да, он происходит только тогда, когда у человека есть истинное желание, если он даже об этом не догадывается. Вот, да, я как раз про это и говорю. Это уже заезженная пластинка, которая звучала в не одном моем интервью в какой-то предыдущей жизни, что очень странно, что у девочки в 6 лет любимая игра была в директора. Да, вот у меня конкретный. Вот почему-то я мучила своего бедного дедушку, да, заставляла его записываться ко мне на прием, почему-то он писал всегда заявление об увольнении. Вот, наверное, тут психологам есть о чем подумать. Вот, я имею в виду меня опять-таки. Вот, но мне кажется, что это, в общем, наверное, не случайно, да. Не случайно я пошла когда-то работать в компанию «Альбион», не случайно я от секретаря, там, да, выросла до замдиректора в таком скоропалительном режиме. Не случайно вдруг какие-то люди встречались. Так произошло, что эта компания регистрировала компанию, я имею в виду «Альбион», это был вид деятельности. Мне разрешили зарегистрировать свою компанию, я имею в виду хозяева и руководители. Вокруг меня сложилась группа филологов, сама я экономист, да, потому что, ну, компания занимается сейчас лингвистикой, да, как и занималась. Вроде как случайно, да, вроде как случайно, и сказать, что я ожила мыслью, когда началась перестройка, я уже видела какой... Нет, ничего я не видела вообще, так сказать, была мужней женой, родила ребенка, мечтала как раз о том самом домашнем хозяйстве, которое, как выяснилось, возможно ли именно мне почему-то вести тяжелее, нежели чем заниматься бизнесом. И справа кажется, что случайность, да, и даже когда я анализирую так вот по фактам, вроде как все случайно. Я думаю, что если глубинно, наверное, какое-то желание было. Второй момент мне кажется, что если человеку что-то не дано, вот там Богом, его устройством, у него не получается, да, а у меня вроде случайно, а как-то вышло. Тоже, наверное, этому есть какие-то объяснения, связанные с данностью. То есть сейчас я уже могу сказать, что по сути своей предприниматель. Я даже не могу назвать себя бизнес-леди, потому что лично я в своей классификации это делю. Бизнес-леди – это элемент, да, у него в большей степени ценностью является достижение результата, а у предпринимателя – совершение процесса. И вот я чётко понимаю, что для меня более радостно, когда паровозики в принципе бегают, да, с какими-то результирующими, да, вот рэперными точками. Вот мне кажется, что вот как-то так. И тем не менее, помимо того, что вы в детстве играли в директора, и бедный дедушка писал письмо об увольнении, помимо того, что действительно, видимо, исходя из ваших глубинных желаний, обстоятельства, и люди подтягивались сами собой, выстраивая этим вашу судьбу, как вы думаете, были ли ещё какие-то внутренние ваши, ну не знаю, гены, может быть, может быть, какая-то прочитанная там вовремя книга или статья, может быть, одна какая-то фраза, может быть, встреча с человеком, что-нибудь, вот эти рэперные точки, которые взяли и повернули вас именно в эту сторону? Ну, какие-то, да, знаки на дороге. Да, 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 мне очень эта тема интересуется. Один, наверное, из знаков на дороге – это мой американизм. Я с детства, да, была такая, как бы, голливудоманка, да, то есть мне очень нравилось их там, Уолл-стрит и всё остальное, и даже не могу сказать, какими-то критериями, да, что, так сказать, там, не знаю, белые воротнички или ещё что-то меня захватывали, но как-то вот эта гигантомания и отношение к жизни, в том числе через бизнес, это я уже анализирую, да, постфактум, мне, наверное, были симпатичны, аж с пяти лет. Вот. Второй момент, я точно знаю, да, что в моём роду были предприниматели. Это мой прадедушка, он такой своего рода ломоносов, приехав из деревни в Санкт-Петербург, обучившись у немца булочному делу, он открыл свою собственную булочную, да, в принципе, это малое предпринимательство тех времён. Не знаю, какую роль сыграла генетическая принадлежность к переводческому делу, я имею в виду моего дедушку, который был с другой стороны уже, маминой, востоковед и знал шесть языков, включая одни из редких, да, это китайский, корейский и японский. Да, тоже как-то вроде как сходится. Огромную роль в моей жизни сыграла, вне всякого сомнения, вот эта команда, в которую я пришла, вот компания «Альбион», да, юридическая, потому что, когда я увидела, вот как это, вот можно самим что-то сделать, да, вот задумал, совершил какой-то ряд действий, вот произошло то, что сейчас мы называем бизнес-процессом, да, происходит какие-то, оказание каких-то услуг, это, конечно, очень завораживающе. И вот если всю эту синергию собрать, наверное, это повлияло, помимо, естественно, игры в директор. У самой компании. То есть в двух словах, кроме того, что 77 языков, кроме того, что вот в таком-то количестве команда сейчас существует, и существует она уже, напомните, сколько лет? 21 год. 21 год. Ничего себе. Одна из самых старейших, и, в общем, одна из лидирующих компаний на рынке переводческом, да, можно его условно так назвать, да. Итак, 21 год назад, что же все-таки произошло? Вот это самый первый шаг, расскажите. Самый первый шаг, да, еще работая в компании «Альбион», да, которая сегодня уже дважды упоминала, у меня создалось впечатление, да, что компания не развивается так, как я вижу, да. Наверное, это болезнь многих наемных сотрудников, коим я тогда являлась. Мне было мало лет, да, только я все время путаю, то ли 26, то ли 27, но это не принципиально. И, наверное, это тот период, когда начинаются амбиции, да, социальные амбиции, кто я в этом мире, как я в этом мире хорош, как я много знаю, умею, вот. Вот, и мне уже показалось, что я уже вот как бы вижу какую-то иную форму развития компании, сейчас даже не трогая вид деятельности. И так получилось, что я задумала развивать проект, связанный с иностранными языками, еще в недрах «Альбиона». Тогда, когда я почувствовала в себе силой, что я хочу заниматься собственным бизнесом, я абсолютно честно пришла к своему директору, сказала, что вот такие намерения, и как он к этому относится. Была приятно, удивлена, да, что он совершенно отнесся к этому лояльно, сказал, что это, в принципе, моя задумка, что у него не было планов, если бы я не надумала это развивать, и что он разрешает мне зарегистрировать компанию собственную, воспользовавшись даже, так сказать, возможностями компании «Альбион», и, пожалуйста, забирай свое обучение, и буду рад тебе еще помогать, чем могу, и действительно помогал. Зарегистрировала компанию, задумала, да, именно этот вид деятельности, а именно обучение иностранным языкам на предприятиях. Из амбиции, да, и из такого, ну, доброй воли, что ли, вашего тогдашнего руководителя, да, родилось ваше нынешнее предприятие, ваша нынешняя компания. Она на данный момент, спустя 21 год, представляет из себя что? На сегодняшний день компания «Эготранслейтинг» это, на самом деле, одна из крупнейших компаний Российской Федерации. Это три офиса, главной офис в Санкт-Петербурге, в Москве и в Сочи. Это агентская сеть по всей Российской Федерации, это представительство в Германии, 202 штатных сотрудников, которые входят в часть переводчиков, да, а часть, естественно, штатных сотрудников, которые занимаются обслуживанием, да, всех наших клиентов, каждый в своей компетенции. Это контракты, да, где-то с около тысячей как субпотребных организаций, так и индивидуальных предпринимателей-переводчиков со всего уже мира. Наверное, не ошибусь уже, так сказать, в этом году не подводили статистику, да, то есть какое увеличение, то есть обслуженных более 120 тысяч клиентов заказов не отвечу, да, то есть за весь период 21-летнего существования нашей компании. Возможно, забыла чем-то похвастаться, но в первом приближении вот это. Вот такой путь пройден за 21 год. Да. А начиналось все с ноль рублей, наверное, да? Ноль рублей, ноль копеек. Ноль рублей, ноль копеек, просто амбиции 26, то ли 27. И директор, который сказал, окей, забирай свое обучение, чем могу, помогу. Да. Теперь давайте вот по этому пути 21 год немножечко пройдемся. Как же все-таки это делалось? Ну, повторюсь, да, что вначале мы начинали с обучения иностранным языкам на предприятиях, да, это был осознанный выбор, что мы не открываем курсы, а мы занимаемся вот такой тренинговой моделью, используя сразу западные методики, это был лондонский лингофонный институт, чьи методики мы выбрали, систему тестирования мы выработали, ну и так далее пошли развиваться. Понятно, что тут же к нам стали поступать заявки, связанные с персоналом, да, то есть можем ли мы подобрать тот или иной персонал для работы на тех или иных совместных в основном предприятиях. Буквально еще там, через, там, это все месяцами исчислялось, да, через небольшой промежуток времени к нам обратились клиенты за переводческими услугами. Поэтому вот этот весь полностью почти лингвистический блок, он образовался исключительно базируясь на услуге, которая называлась обучение иностранным языкам на предприятии. Дальше мы открыли собственные курсы уже на, как сектор B2C, как сейчас мы знаем, да, тогда еще таких терминов мы даже и не знали. Вот, параллельно мы стали отправлять студентов в Англию, в Центр Риджент. Были одни из первых в стране, которые отправляют на обучение за пределы Российской Федерации. А потом еще были пробы пера, мы еще занимались дизайном, мы еще занимались приватизацией. И даже женской самообороны. Даже женской самообороны. Это меня тоже поразило. Вот это все было очень захватывающе, весело, много энергии. Вот, в принципе, это был почти холдинг, да, такой, вот, можно так сказать. Вполне себе холдинг. И к 94-му году я стала, наверное, уже более грамотная и подумала о том, что называется специализация, да, потому что, с одной стороны, тут лингвистика, тут дизайн, тут самооборона, тут еще консалтинговые услуги, потому что, если говорить о приватизации, это была консалтинговая группа, и юридические услуги, и аудиторские. Пригодился опыт, связанный с Альбионом, что я знала, как это выстраивать. И я стала смотреть всю рекламу, которая шла о нашей компании, и подумала, что как-то уж очень мы размазаны для потребителя. То есть у меня уже стало маркетинговое такое мышление развиваться. Слишком разношерстно как-то, да? Разношерстно, да. И потом, там, система менеджмента, да, это все-таки слова, которые пришли уже к концу 90-х годов ко всем компаниям, аналогичных мне. И у меня появилась навязчивая идея, что я должна уйти в какую-то одну специализацию и стать там лучшей. И вот этими долгими моими переборами в сознании я с удивлением для себя выбрала переводы. Ты дедушка, наверное. Вот тут метафизика наверняка вмешалась. Какая-то и плюс генетика, да, все вместе взятое. При том, что это был рискованный выбор по одной простой причине, что это было самое недоходное, да, направление деятельности. Когда я вызвала всю команду и сказала, что мы уходим в переводы, был шок. Но благо, что команда была веселая, одержимая. Ну, старший сказал, пойдем туда. Ну, мы в нее верим, в себя верим. В переводы так в переводы. В переводы так в переводы. И мы все ресурсы, да, интеллектуальные, маркетинговые, технические, да, мы бросили в одно направление. Это был 1994 год. Там, поделюсь по секрету, что мы хотели еще оставить консалтинг, с точки зрения подстраховки, вплоть, и в том числе, потому что сезонность, да, колебалась в противофазах. Но не получилось удержать. Так случилось. Мы ушли в одни переводы. К 95-му году мы практически заняли город Санкт-Петербург. В том числе пошли первые шаги лоббирования. Мы стали официальным переводчиком администрации города. А это как удалось, кстати? Как такие вещи удаются? Очень интересно. На самом деле, как бы, как сейчас уже, так сказать, существует сформализованная позиция в компаниях, менеджер-директор по GR, да, Government Relations. Тогда же на них никогда не было ничего такого. А мы просто его взяли, не знаю, как он называется. Будешь у нас лоббировать вот это. Да. Даже слово лоббирование я не исключаю, что я, так сказать, после того, как уже всё произошло. Вот. Значит, но тем не менее у нас появился лоббист, да, в компании, который отвечал за взаимодействие с административными структурами. И в том числе, как бы, он организовал встречу с комитетом по внешних связи, который тогда возглавлял Владимир Владимирович Путин. Вот. И это был наш самый первый контракт с администрацией, да. Потом это была уже область. Правительство области, законодательство с отранией арбитражности. И мы уже стали обслуживать не только B2B сектор, да, но ещё и правительственные административные структуры. И таким образом, значит, мы действительно заняли город, очень обрадовались, очень возгордились и очень расслабились. А на тот момент, когда вы расслабились, сколько из 100% ваших заказов составляли именно B2G? Как теперь это называется? Процента 3-4. А, то есть не так много было. Нет, это скорее в большей степени позиционирующие вещи, рейтинговые, имиджевые, и в том числе позволяющие продавать на рынке B2B, потому что у нас появился статус. Мы стали и членствовать в ряде общественных организаций, уважаемые. Мы вошли в торгово-промышленную палату, мы вошли в союз промышленников и предпринимателей, мы вошли в ассоциацию совместных предприятий. Это тоже был следующий такой этап. И все вот эти заказы, структуры, клиенты, они не составляли большой процент в общем объеме заказов, но, по крайней мере, это повышало нашу репутацию. И мы расслабились. И мы расслабились, потому что мы стали... Хочу процитировать своего водителя, он стал говорить, ну мы теперь круче тучи и валеного яйца. Вот это стали мы. Ощущение эйфории, известность такая в городе, все остальное создало иллюзию у меня и у команды, которая действительно совершила такой подвиг бизнесовый, что уже жизнь удалась, что все хорошо, и мы можем теперь почивать на лаврах. Это было заблуждение, это как раз был опыт в предпринимательстве. 1994 год – это риск предпринимательства, мы переходим из многих в одно, рискуем, получится, не получится. Только спустя 2-3 года я поняла, что любой компании необходима долгосрочная стратегия. То есть достижение какого-то там этапа очередного – это только этап. И если ты останавливаешься, и тебе кажется, что ты уже достиг всего, то считай, что завтра по закону Мерфи к тебе придет какая-нибудь неприятность. Какой-то год был этот период расслабления? Ну, наверное, он был где-то в районе 97-го года, потому что, к счастью, в 98-м пришел кризис, и уже, так сказать, тут деваться было некуда, мы напряглись. Благо, что у меня моя же сильная команда очень быстро сообразила, что нам нужно переходить от импортеров к экспортерам. Вот таким образом в 98-м году мы выжили, мы даже улучшили свое материально-техническое положение. Мы тогда закупили систему Translation Memory. Это сейчас то, что является уже стандартом в переводческой отрасли. И стали работать над большими проектами экспортными, в том числе тогда появились заказы из военно-промышленного комплекса, из других там промышленных предприятий, которые стали еще экспортерами, а не только импортерами. И таким образом у нас и пополнился портфель заказов, и дальше у нас была новая волна, скорее маркетинга, как активные продажи на определенном рынке. И сейчас еще, несмотря на то, то есть у нас такой ренессанс, несмотря на то, что мы в 94-м году ушли от переводов, мы возобновляем только на ином качественном уровне уже центр обучения и тренингов. Только мы делаем не как раньше был, такой уровень знания языка, такой уровень знания языка. Это специализированные курсы, исходя из компетенции сотрудника и отрасли, в которой он работает. То есть мы составляем собственные авторские программы, базируясь на уже фундаментальных программах тренинговых, и делаем это, включая специальные глоссари, которые создаются под специалистов на предприятиях. Давайте вернемся к этапам построения вашей компании. Значит, первый этап, когда из множества услуг, которые вы предоставляли, вы сузили до одной, причем не самой, а наименее прибыльной, а именно переводы, до 1994 год. Затем подраслабились, потому что удалось зацепить сегмент B2G, как мы теперь его называем. Нет, подраслабились, потому что захватили весь Петербург. А, то есть город наш. Да, мы взяли город просто. Да, город наш. И как-то ваш водитель сказал, мы круче тучи. Тучи и вареного яйца. Так, и вареного яйца. Подраслабились, короче говоря, это был 1997 год. К 1998 году расслабляться уже не приходилось. Да, никому. Так, следующий период, как вы называете для себя? Следующий период регулярный менеджмент, я называю, да, потому что наступает момент, первое, да, он эмпирически обоснован, да, потому что все-таки предприниматель, как правило, плохой менеджер. А основатель предприниматель еще более плохой менеджер, по одной простой причине. Это же родное дитя. Это можно сравнить с ребенком, да, которого пора вроде как бы женить или замуж выдать. Ну как же это, я свою крошечку-то да кому-то отдам. Да кто ж лучше меня-то будет занять, следить или за ним, да. Но у меня просто она ассоциируется с дочкой. У меня родной мой сын, да, и дочка вот в виде компании. Но, тем не менее, да, эмпирически верно было искать уже менеджмент. Вот. И вторая, да, причина на самом деле очень важная, потому что уже спустя какое-то время анализируешь свой психотип и понимаешь, что ты творческий человек, да. То есть у тебя вдохновение, ты что-то сделал, это получилось, ты обрадовался и выдохнул. То есть я поняла, что вот это, это даже не только амбиции, да, то, что было в том числе после того, как мы заняли город, а это еще устройство психики, да, такое, синусоидообразное. Вот. Поэтому я поняла, что эти будут всплески все время, да, подъем-падение, подъем-падение. А компания не может так с тобой, да, ты как-то, в общем, американские горки, в общем, не очень хорошая вещь для компании. Поэтому начался процесс внедрения регулярного менеджмента. На самом деле я могу сказать, что он идет и по сей день, да, просто вот там уже, каждый этап характеризуется своими, там, да, какими-то особенностями. Поэтому тогда был нанят уже наемный директор. Он сделал отчасти новую, да, организационную структуру, где-то было что-то правильное, я была согласна, где-то неправильное, но я позволила, да, сделать именно так. И это был этап первого внедрения регулярного менеджмента, я считаю, очень успешный. Вот. В последующем, да, уже я поняла, что нужно формировать непросто, да, регулярный менеджмент, а дальше, как оно должно быть, включая совет директоров и так далее. И этот этап еще продолжается, да. Он непростой, непростой, потому что компания интеллектуальная, и она, как правило, менее структурированная, чем более технологические бизнесы, да. То есть много эмоций, много характеров, много межличностных взаимоотношений. Вот. Но что мы сделали, вот то, что я говорю уже про центры, это в том числе, как бы, этапы становления регулярного менеджмента и усовершенствования организационной структуры, как следствие экономики, бюджетирования уже иного, да. Поэтому плюс, по-моему, в 2005 году, если я ничего не путаю, вот надо посмотреть в документы, мы были сертифицированы, да, по системе ИСО, это международный стандарт, и мы используем ИСО не как формальную бумажку, которая висит, все иностранцы знают, что мы международный, а мы ее используем как систему менеджмента качества, да. То есть существует служба качества, которая развивается, весь документооборот построен таким образом, и дальше бизнес-процесс развивается уже в том числе по этому сценарию. Не могу сказать, что все гладко, да, но тем не менее мы приняли такое решение, поэтому дальше идет этап вот становления регулярного менеджмента, и я, наверное, планирую к окончанию вот этого следующего десятилетия полностью внедрить новую систему менеджмента, включая совет директоров, включая правление, включая те или иные службы, возможно, холдинговую структуру я не исключаю, просто сейчас мы находимся на этапе принятия решений, для того, чтобы перейти уже от управления бизнес-процессами к управлению бизнесом. Вы это делаете под себя для того, чтобы немножко отойти в тень? Для того, чтобы на самом деле заниматься тем, чем я и должна заниматься на следующем этапе, потому что... Включительно стратегия такая у вас. Да, стратегия, в том числе параллельно сейчас с моим блоком развития и стратегического маркетинга, мы создаем стратегию 2020, которая все это учитывает, но ваши коллеги подсказали мне на опыте Panasonic, а если я не путаю, то нужно писать 2200, и тогда это стратегия. А 2020 это так. А это не стратегия, это тактика. Вот и я задумалась. Но Ольга Ускова плохого не посоветует, да? Она вам посоветовала? Да. Без посредников, ее ведущего Ольга Ускова. Наталья, вот на этом этапе построения регулярного менеджмента что нужно сделать, чтобы ничего не получилось? Ну, много рецептов. Ну, самое распространенное обозначите. Вот какие самые распространенные ошибки обычно допускаются, и ничего не получается? Первое – формальный подход. Вот первое, что приходит на ум, да, наверное, я сейчас буду импровизировать, да, потому что как-то не задавалась этой мыслью, поэтому сейчас что придет мне на ум, ну, то и скажу. Значит, мне кажется, что очень формальный подход. Заигрывание в систему, а не в людей. Да, потому что современный менеджмент уже понял. Не надо, вот, так сказать, рисовать замечательные схемы, не глядя, кто их потом будет реализовывать и как. Я считаю, что в психологии любого процесса, а это бизнес-процесс, это процесс человеческий, да, необходимо учитывать человеческие факторы, даже описывать, кто и как должен реализовывать эти процессы, да, становление того или иного внедрения, регулярного ли менеджмента, или инновационного, или инвестиционного проекта. Мы один раз разговаривали с очень интересным мужчиной, который был консультантом очень большой американской и всем известной компании здесь, в Москве. И его диссертация докторская почти чуть не провалилась из-за того, что 80% связанное с инвестициями было связано с психологией. У меня не возникло вопросов, почему он это сделал, потому что он потом сам мне это произнес, что если мы не учтем психологические факторы того, кто будет внедрять и как этот инновационный, инвестиционный проект, то замечательно просчитанные цифры, прописанный весь бизнес-план, рассчитанные все финансовые, экономические обоснования не сработают. Вот они просто не сработают и все. Потому что, например, финансовый, наверное, тот или иной план в Эфиопии, в России и в Америке, он будет по-другому внедряться. Не потому что, как бы, уж какие-то очень не те законодательные акты или модели государственные, а потому что люди другие, в первую очередь. Поэтому мне кажется, что если собираешься внедрять любой процесс, в данном случае дальнейший процесс регулярного менеджмента, нужно учитывать, какие люди и какие люди свойственны данной отрасли, и какие у них приоритеты, и какие, скорее всего, ценности, каких людей ставить. Поэтому HR на сегодняшний день занимает одно из главенствующих мест, я считаю, в управлении. И в управлении. И в жизни. И мне вообще кажется, что у нас такие большие сложности в России именно потому, что мы, в принципе, всё население и руководители, и работники настолько психологически безграмотны и даже беспомощны, что вот неплохо бы хотя бы хоть какую-то безграмотность ликвидировать. Борьба с психологической безграмотностью. Лозунг такой. Да-да-да. Потом уже начинают инновационные разные продукты продвигать в мире. Ну, это так, маленькое лирическое отступление. Что, в принципе, делается в вашей отрасли сейчас? Насколько она меняется, поменялась за последние, может быть, несколько лет, и куда она вообще двигается? Разные про вас говорят. Говорят, что она вообще скоро изменится до неузнаваемости. Не исключаю, да, тем более, что как бы распишу стратегию как минимум 20-20. Вот, конечно, мы с моими коллегами об этом задумываемся. Если говорить за период от 90-го до сегодняшнего дня, она, конечно, изменилась. На первом этапе, только-только начало, да, там, перестройки и всех этих бизнесовых развлечений человечества нашего, российского, конечно, это была справа огромная армия фрилансеров, да, которые таким образом обеспечивали, да, этот вид деятельности. Небольшие бюро, да, которые к середине 90-х стали собираться в агентство, и к концу, да, наверное, 90-х годов, начала 2000-х уже, в принципе, рынок хоть как-то был формализован. То есть были комплексные компании типа моей, с различным уклоном, кто-то больше маркетолог, так же, как и я, кто-то больше технолог. Были специализированные, да, связанные с какой-то видом деятельности или отраслью компании, с продуктами, да, устные, например, в большей степени аккумулируются вокруг предоставления оборудования в том числе. И вот началось глопирующее развитие этой отрасли в плане количественного состава увеличения. Естественно, к счастью, да, не только в Москве и в Питере, да, были, но уже стали развиваться очень хорошие агентства и в других регионах Российской Федерации. То есть она стала уже представлена быть на всей территории. И, как я уже говорила сегодня, к 2005 году, естественно, началась конкуренция. Такая конкуренция, к которой кто-то был готов, кто-то не был готов, да, в основном, в меньшей степени, мне кажется, на первом этапе были не готовы, да, именно к конкуренции московские компании, потому что частая фраза, которую я от коллег слышала в Москве, ну, чего, господи, это всем хватит, рынок большой, все остальное. А тут на тебе, да. Не хватило на всех. Вроде и хватает, но как-то поджимает, да, справа, слева. Вот действительно возникло много новых компаний, очень даже, с моей точки зрения, хороших. Поэтому меня как экономиста и маркетолога, меня это радует, потому что я считаю, что чем рынок конкурентнее, да, тем он более динамичный. Как владелец компании у вас это тоже радует, так, по-честному? Смотря какие ситуации, да, если эта компания образовалась таким образом, что она просто где-то образовалась, вот, то меня это радует, а если она образовалась из меня, то не очень. Наверняка такие случаи случались. И эти случаи мы пошли. Поработали, поработали, набрались опыта, спасибо, до свидания, теперь мы сделаем конкурента тут. Да, вот, это скорее как бы, ну, тоже придает такой драйв, да, потому что я отношу это в большей степени к своим промахам, да, что я чего-то не учла, да, что я, возможно, где-то ошиблась. Вот, помимо природы человеческой, да, в принципе, так развивается весь бизнес. Не приняли на работу в Ферраре, не помню его фамилии, вот вам Ламборджини. Вот, как один из вариантов аналогичного порядка. Поэтому, ну что, когда мне становится очень невмоготу психологически, я говорю, ну, тебя же никто не составлял этим заниматься. А без нервов, наверное, бизнес-процессов не бывает. Это да. Все-таки вернемся к отрасли. Она будет развиваться в ближайшей перспективе. Как? Куда? Куда двигаемся? Ну, то, что уже, представляете, сказала, да, это где-то в Российской Федерации, я думаю, что в районе тысячи компаний. Я беру по аппроксимации, да, я не беру совсем маленькие компании, да, или индивидуальных предпринимателей, я имею в виду все-таки компаний, которые можно уже, да, выносить в статистику. На сегодняшний день по очень приблизительным прогнозам, потому что, к сожалению, статистики точной по отрасли нету, я думаю, что это где-то 600 миллионов долларов, это объем российского рынка. Вот. И где-то с 30 с хвостом миллиардов долларов, это мировой рынок, да, в целом переводческий. Если говорить там, да, о том, куда дальше будет развиваться рынок, мне кажется, что самым главным девизом будущим для переводческих компаний и через потребности клиентов будет торопись. Поторопись. Потому что я считаю, что каждый руководитель переводческой компании обязан нон-стоп 24 часа в сутки ставить себя на место клиента. И реально смотреть на переводческую отрасль только с той стороны. И каждый мы можем себя представить на этом месте, да, в той или иной степени. Вы получаете письмо, вы открываете сайт, вы получили какую-то документацию. Какой у вас первый мотив? Вы хотите прямо сейчас понять, о чем это. Неважно, это английский, и вы не знаете английский, в отличие от достаточно большого количества менеджеров, работающих сегодня на современном рынке. Это на французском, это на чешском, это на суахили, да, это на китайском. Вы хотите здесь и сейчас хотя бы понять, что это к вам пришло. Поэтому, как вы понимаете, отсюда сразу напрашивается вопрос машинного перевода, который уже семимильными шагами крадется, да, по всем тем или иным ресурсам, в которых сегодня уже живут современные специалисты. И может, в принципе, отрасль-то и угробить. Нет? Здесь этот риск есть, да, но нужно смотреть взвешенно и спокойно на это. Моё глубокое убеждение, да, что если восстание нельзя подавить, его нужно возглавить. И не потому, что сейчас все переводческие компании должны стать программистами и давать писать систему машин-транслейшн. Нет. На самом деле мы понимаем прекрасно, да, что машину всё равно будет учить человек. Ну, машина не будет сама себя, там, может быть, и будут какие-то саморазвивающиеся подпрограммы внутри программы. Google тому пример, да, он очень хорошо придумал свою модель. Но в итоге, если говорить о документе, да, неважно о том, который относится к технической документации или иной специализированной, официальные документы, необходимо будет прилагать так называемого language worker. Это уже термин начинает входить в нашу отрасль, который просмотрит, что ж там машина понаделала, что она напереводила. То есть всё переходит потихонечку в функцию контроля такого, да? Редакторство, контроля, технического писательства, да, если мы говорим о технической документации или профессиональной редактуре, если мы говорим, например, о финансовых документах, о юридических документах, о иных, да, там, о спецификациях, медицинским, там, тем или иным препаратам. То есть он становится контролёр, оператор и начальник вот этого процесса, да, то есть руководитель этого проекта в той или иной степени. Естественно, что это должна быть машина, машина транслейшн должна быть интегрирована с системой translation memory и другими информационными системами, связанными уже с управлением проектов. Потому что в любом случае там ещё будет ряд исполнителей, да, которые, потому что документ это не только текстовая часть, это ещё и графическая часть, да, это возможное оформление и ещё возможные какие-то моменты, тем более на сегодняшний день ещё, чем дальше, особенно в Западной Европе востребовано, это так называемые, вот действительно это уже language walker, написатели, да, вот этих текстов на том или ином языке, исходя из базового варианта. Потому что, например, в законодательстве мы прекрасно знаем, есть куча несогласований между законодательствами разных стран. И необходимо адаптировать тот или иной контракт, договор, иной юридический документ под данную специфику данного региона. Поэтому уже компании должны переходить больше в экспертную, да, такую позицию. Language walker становится весьма и весьма востребованной профессией, поэтому... Я думаю, да. Я думаю, да. То есть, понимаете, что это прогноз, поэтому, говорит, вот, точно будет так, я не вправе. Ну, гипотетические. Гипотетические, да. Понятно. Наталья, я знаю, что вы занимаетесь, может быть, не профессионально, но, может быть, когда-нибудь так называемым коучингом, да? Или я ошибаюсь? Уже почти профессионально. А, ну, уже профессионально? Я ещё преподаватель, даже старший преподаватель, вот, в экономике, в университете экономики и финансов. Вот, поэтому мои вот эти... Моё хобби, да, и в том числе всё-таки моя профессиональная деятельность, потому что есть уже, да, устойчивое понятие коуч-менеджер, я, скорее всего, по классификациям совпадаю с ним. Но в большей степени я взяла и перенесла стрелки в студентов. Мне позволили даже вести курс, который я, в общем, продекларировала на гуманитарном факультете, с которым мы теперь очень партнёрствуем, основы профориентации и предпринимательства в переводческой отрасли. Потому что я учу будущих лингвистов, да, к тому же, что они, как правило, получают два высших образования, то есть они учатся или на лингвистике, например, и ещё на юридическом, или на финансовом, или ещё на каком-то. Вот, мы в виде кейсов решаем задачи. В процессе этого я стараюсь понаблюдать, какие таланты есть у какого из, да, вот этих юношей или девушек. Даю им какие-то рекомендации, да, на будущее. Кто хочет, приходит ко мне лично на какую-то консультацию. Это, кстати, очень хороший вариант для поиска потенциальных сотрудников для компании, потому что если кто-то явно может реализовать себя в компании, я делаю предложение этому студенту. Поэтому вот там этот коучер в виде вот тренингов, открытия потенциала и возможного направления человека в ту сторону, в котором он, как мне кажется, будет успешен, или несколько вариантов, позволило моему коучеру, который 21 год развивался, да, на поприще предпринимательства, уже найти, как мне кажется, более созидательную вот такую платформу. Вот, как мне кажется, вы меня, может быть, поправьте, да, но человек настоящий коучер, да, который становится им, он всё-таки становится им после того, как более-менее разобрался в себе. И даже не в смысле предпринимательства, бизнеса и жизненной позиции, внешней, да, но и внутренней в том числе. Вот надо сначала разгрести там что-то, понять себя глубинного, найти себя, да, всхолить себя, взлелеять, полюбить, а уже потом, ну так, правда, к сожалению, бывает не всегда, но вот в данном случае, мне кажется, путь-таки пройден. Один мой приятель очень хорошо пошутил, кто ещё лучше может научить жить, кроме того, кто не умеет жить сам. К сожалению, такая ситуация действительно имеет место быть, да. Я считаю, что, ну, нет идеальных людей, идеальные намерения только. Наверное, нет на свете человека, кроме, возможно, просветлённых, да, которые уже находятся где-то в Тибете или ещё в каких-то иных, более уважаемых местах, если такие имеются. До конца разобраться в себе невозможно. Ты всё время находишься в поиске. Коучер, да, он всё-таки касается не только сознания, но и души. Мне кажется, что заповедь врача здесь подходит, не навреди. Поэтому каждое слово нужно очень хорошо взвешивать. Каждую рекомендацию нужно трижды попробовать, ну, я не знаю, примерить на себя или не на себя, но каким-то образом ещё оттестировать. Давая рекомендации, да, или разбирая ту или иную ситуацию с человеком, необходимо оставлять большее место, чем твой совет на его собственное решение. И вот это вот такие как бы, ну, может быть, я не всё ещё сказала. Такие принципы, они должны быть. Потому что коучер, его можно сравнить с учителем с большой буквой У, да, в принципе, к чему он должен стремиться. И коучер не должен рассказать, как делать. Коучер должен дать возможность человеку понять самому, как уф он, как он хорош, как он талантлив, опереться на свои сильные стороны, снивелировать тем самым свои слабые стороны и быть успешным там лично, профессионально, желательно всё вместе взятое. Вот мне кажется, так нужно. Ну, а разобраться в себе, дай бог, всем. А есть какой-нибудь рецепт? Как разобраться в себе? Да. Не лгать самому себе. Хотя бы наедине. Ну, это, наверное, ещё сложнее, чем не лгать другим. Да-да-да, я сейчас так вот проанализировала, подумала, что прежде чем принять это решение, ну ладно, там решение мы всё принимаем по сто тысяч раз на дню, осуществить его, да, принять это решение, не лгать самому себе, тоже какие-то нужно совершить внутренние работы. Что это за работа должна быть? Прежде чем перестать, позволить себе не лгать самому себе, разрешить себя, я бы даже так сказала. Моя приятельница называет это, зная меня, близкая самая, буровые установки. То есть внедриться в собственную душевную плоть, я не знаю, как это назвать, разобрать всё, похвалить себя, поругать, поплакать, позлиться, обвинить всех вокруг в том, что у тебя так, или потом обвинить во всём себя, потом всех простить, да, это такое, да, то, что везде написано. И на самом деле, мне кажется, вот этот момент прощения, да, его все говорят, но это одно из самых сложных вещей, это простить себя, простить всех и простить всё в своей жизни. Потому что на самом деле, а, ни у кого крылья за спиной не растут, б, не увлекаться штампами, да, что, ах, вот я тут, да, был неправ, ну и что, да, или вот если бы я вот сейчас, ничего подобного, если бы ты сейчас совершил бы эту же самую ошибку, точно эту же, да, просто немножко под другим углом. Перестать ошибки считать ошибками. Это просто результат, да, который тебе нравится или не нравится. И следующее, ты не точно уверен, когда ты говоришь, нравится или не нравится, он позитивен для тебя или негативен. Потому что тоже, да, известная вещь, что через там пять лет ты думаешь, вот если бы я там не шарахнулся со всего размаха, да вот об эту стенку, да ещё не сломался я всё, да был бы умнее. И сейчас вот там, да, выражаясь таким, там, 600-ый, там, знаете, как это в 90-е, у нас, понимаешь, 600-ый Мерсезе и всё остальное, были бы у тебя такие материальные блага в случае, если это твои ценности, да, или, так сказать, ты бы достиг чего-то в карьере, или ты встретил ту или иную, там, если ты мужчина-девушку, или наоборот, ты его там разбился, так сказать, пошёл в больницу и встретил девушку всей своей жизни. Очень хорошая вещь есть у Стива Джобса «Царство ему небесное», да, когда он выступал перед студентами Стэнфордского университета. Это когда он говорил, как-то оборачиваясь назад, я не помню дословно, но как он показывал, как каждый его какой-то шаг, и в том числе падение, приводили его к тому или иному... К новому полёту. Да, к новому полёту. Вот мне кажется, что вот наедине с собой нужно вести себя приблизительно вот так, по крайней мере, не лгать, да, или сказать, о, я тут солгал. Наталья, за что бы вы хотели, чтобы ваш сын вас простил? Вот уже, наверняка ведь что-то уже есть. Да, конечно, за очень авторитарный характер, к сожалению. А вы его? Мне кажется, вот мы это тоже не проговариваем никогда, но вообще-то наши дети тоже часто причиняют нам боль и часто незаслуженную. Ну, мне кажется, что в основном родители должны детям, дети ничего родителям не должны, а то они потом будут должны своим детям. Родители должны, безусловно, любить своих детей, и это очень сложно, потому что мне кажется, что у нас больше у всех родителей доминирует папа, нежели чем мама, особенно в современном мире. Я тебя люблю, потому что ты получил пятёрку, потому что ты строишь карьеру. В метафизическом смысле, не в прямом смысле слова. Такая обусловленная, заслуженная такая любовь, надо заслужить. Вот ты это сделал? Молодец. Не сделал? Не молодец. Люблю, не люблю. Люблю, не люблю. Да. Поэтому мне кажется, что дети нам ничего не должны, мы должны всё им. Другое дело, что здесь тоже нужно не увлекаться, чтобы не испортить этого же собственного ребёнка. Второе, за что бы я хотела попросить прощения у своего сына, это мне не удаётся в силу родительского эгоизма его воспринимать как личность. Мне хочется это сделать, но я подхожу, это же ребёнок. То есть я так, знаете, как на расстоянии один момент, значит, я увидела на его стенке ВКонтакте не то, что я хотела бы увидеть. Ну, ехала и думаю... Сколько ему сейчас? Ему 23 уже. Он уже большой совсем. Уже жених. И еду и думаю, надо, наверное, вот как-то так сказать, вот тактично, чтобы вот парень не закрылся. Значит, всю дорогу домой я себя настраиваю, значит, поворачиваю ключом дверь, открываю дверь и говорю, Серёжа, что я там у тебя прочитала на стенке? Всю дорогу себя настраивала. Вот. Поэтому хотела бы простить себя, его, вернее, попросить прощения у него за свой родительский эгоизм и, как следствие, тем вещам, которые я проявляю. Вот. И, наверное, хотел сказать, что я его очень люблю. И очень желаю ему удачи в его начинаниях. Он творческая личность, он пишет песни, к ним же стихи, музыку, мечтает о звёздной карьере. Вот. Поэтому я ему очень этого желаю, да, несмотря на то, что каждый вечер говорю, что всё, ты не так делаешь. Может, где-то и нормально даже. Вот. А себя за что хочется просить? Себя? Угу. За то, что иногда не могу себя за что-то простить. Это, кстати, хороший ответ. Наталья Молчановна сегодня была в программе. Питерская предпринимательница первой волны, основательница и владелец крупнейшей на своём рынке компании Ego Translating. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, как-нибудь придёте к нам на Финам. Спасибо. Это была программа «Они сделали это». С вами была Елена Лихачёва. Я с вами прощаюсь. До завтра. Счастливо. До свидания.